Здравствуйте, с вами Александр. И сегодня я хочу показать вам очень интересную коляску норвежского бренда Espero. Модель называется Summer Lux. Она в первую очередь будет полезна тем, кто любит много путешествовать и не обременяет себя тем, что нужно брать с собой большие коляски. Она отличается своей компактностью и легкостью. Так что перейдем к деталям. Модель называется Summer Lux. Вес ребенка не должен превышать 15 кг на рассчитанном такие нагрузки. Что касается самой коляски. Ручка в коляске не имеет регулировок, находится всегда в одном уровне. Обита прорезиненным материалом, достаточно приятным на ощупь. Капюшон у Summer Lux с коляски, он не большой, не маленький, в принципе стандартного размера, достаточного, чтобы огородить ребенка от солнца. Сам он состоит из четырех частей, складывается тоже простым способом. Ткань капюшона, козырька, ткань имеется в виду, она эластичная, приятная тактильная, но она легко промокнет. Это стопроцентно. Что касается безопасности ребенка в этой коляске, здесь установлена система пятиточечных ремней с мягкими накладками на плечевую зону ребенка и мягкой накладкой на паховую зону ребенка. И, как вы заметили, здесь есть бампер, который тоже легко снимается. Ткань на бампере тоже можно легко снять для стирки, потому что дети любят облизывать бампера и коляски, а это, в свою очередь, может вызвать стоматит у ребенка, поэтому эти вещи нужно всегда стирать. Что касается комфорта ребенка в этой коляске, спинка может опускаться до 180 градусов, то бишь практически в горизонтальное положение. Вот как это выглядит. Здесь полностью ровная поверхность. Для ножек ребенка здесь предусмотрена подножечка, которая регулируется по наклону. Если ребенок сидит, можно ее опустить. Если лежит, можно ее поднять, чтобы удлинить место спальной ребенка до 77 сантиметров. Ширина колясочки ложа составляет 32 сантиметра. Это для такой компактной коляски очень круто, потому что даже полноценные большие коляски не все могут похвастаться такой шириной. Она реально просторная внутри. И по бокам здесь закрыто. И даже если ветреная и много погода, ребенку дуть особо не будет. Шасси выполнены из металла. Сделано в принципе очень добротно, хорошо, не люфтит, не скрипит. Все очень внушает доверие. Колеса в коляске, они здесь из резины, поэтому у них очень большой ресурс, и вы их никогда не проколете. Передние колеса, как вы видите, имеют поворотную систему. И они не блокируются. Ну, в принципе, она не для внедорожья, поэтому ничего страшного в этом нет. Чтобы регулировать непосредственно наклон, здесь используется система ремней. Это, на мой взгляд, одна из самых надежных систем, потому что здесь нет механических частей, и она ломаться не должна. Здесь, по сути-то, и нечему ломаться из-за этого. Так, это все работает. В задней части есть кармашек для того, чтобы вы могли сюда что-то положить. Тем самым компенсирует отсутствие комплектации сумочки для мамы. Вот. И здесь также, что мне нравится, здесь очень большой багажный отсек. Он реально для такой компактной модельки в неплохих размерах. Там можно, в принципе, много что погрузить. И стандартная система тормоза в коляске используется. Мы нажимаем, блокируются колеса. И вот, что мне не нравится, обратной стороной обуви придется вам отжимать систему тормоза, чтобы освободить тормоз, чтобы вы могли дальше двигаться. Вот. Это что касается шасси. Теперь я покажу вам, как эта коляска складывается. Это ее самая сильная сторона. Она реально очень компактная. Для того, чтобы ее сложить, здесь в коляске есть специально два таких вот рычажочка, за которые мы тянем и наклоняем колясочку вперед. Единственное, перед этим нужно обязательно опустить полностью козырек. Это делается нажатием двух этих кнопочек. Нажать одновременно и опускаем. После чего нажимаем кнопочки и складываем колясочку в ее самое компактное положение. Вот так это выглядит в самом компактном положении. Она, в принципе, вот вы видите, такая получается. Достаточно компактная. И для транспортировки здесь есть специальный ремешок, за который можете взять и спокойно донести ее до машины, держа с собой еще. Можно нести сумку, ребенка везти. Вот это, на мой взгляд, очень удобно. Раскладывается это все тоже очень просто. Освобождаем вот этот фиксатор, который не дает разложиться коляске случайным образом. Все. Можно эксплуатировать. Все очень просто происходит. Вот, собственно, и все, что можно было вам рассказать по поводу этой колясочки. И подведем итоги. Вначале я вам скажу, что мне понравилось. Мне понравилась коляска тем, что она очень компактно складывается, очень неплохо, добротно собрана. Не надувные коляса, но резиновые. Поэтому плавность хода будет достаточно приемлемая. Понравилось то, что вы можете эксплуатировать эту коляску и с трехмесячным ребенком. То, что она опускается полностью в горизонтальное положение, и при этом она еще очень широкая. Мало таких, да практически даже нет, наверное, таких компактных колясок для путешествия, в то же время вместительных и комфортных для ребенка. Это очень круто. Понравилось еще, что есть бампер. Опять же, в таких колясках бампера тоже редкость. Но мне не понравился, на самом деле, козырек тем, что он недостаточно глубокий. Хотелось бы, чтобы он был глубокий в коляске, которая предназначена для путешествия. Вы же не на Северный полюс не поедете, а в Солнечные края, наверное. И от Солнца все-таки хотелось бы защитить ребенка побольше, чтобы был козырек. И то, что он промокаемый. На мой взгляд, это достаточно плохо. Такое для меня это лично минус. Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать про эту коляску. И хочу поблагодарить магазин Первая коляска, который предоставил эту модельку, интересную нам на обзор. А вы, собственно, подписывайтесь на мой канал и ждите следующих обзоров. Всего вам доброго. До свидания.